здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию изготовить нимфу которая в зависимости от величины ключка на котором мы будем изготавливать можно ловить не только окуня но и практически любую белую рыбу которую вы захотите красноперочку уклеечку густеру я сперва гружу немножко крючок в районе где у меня будет изготавливаться тело мушка как всегда работает круглый год материалов очень дефицитных на ее изготовление нам не потребуется практически мы будем использовать те материалы которые у нас остаются при вязании основных мушек заделали концы свинца слегка подтрамбовали промажем еще немножко клеем и промотаем ниточкой нить я использую где-то 10 0 не могу сказать точно потому что я их сам перематываю толщина соответствует 10 0 тонкая но достаточно крепкая сильно не изощряюсь не выравниваю не подравниваю тело просто обмотали наш свинец чтобы он у нас более надежно помимо клея держался на цевье для хвостика мы будем использовать остатки наших перьев я возьму из остатка вот такого рыженького пера с одной и с другой стороны щепоточку примеряем величину она должна равняться у нас длине нашего тела и здесь закрепим посмотрим да вполне достаточно немножечко промажем клеем место крепления остатки перьев и для сегментации я взял просто обыкновенную вот такую желтую ленту сложил пополам потом еще сложил и отрезал себе вот такой ширины полосочку в интернете очень много продается разных пленочек они практически одинаковая по качеству и по назначению то есть нам хорошо с вами подойдет как наша любимая изолента так и если хотите используйте то что у вас есть в интернете но мое правило использовать всегда то что находится под руками ширину подберете экспериментально я где то взял порядка полутора миллиметров разделил ее вот так пополам и для того чтобы приматывать мне необходимо закрепить изоленту клеющей частью наверх так как потом она будет переворачиваться но аналогично так как мы обычно крепим люрекс для обмотки и теперь здесь я ее окончательно подхватываю прихватим до конца подровняем тело я буду изготавливать в серых тонах вы можете использовать желтый оливковый все эти цвета довольно-таки буловистые возьмем немножечко промажем нашим клеем и сформируем даббинговую нашу веревочку меха не берите даббинга много так как желательно мушку нам делать крепкую рыхлость нам здесь немножечко не нужно приблизительно вот так сделали и начинаем формировать тело и теперь берем и нашу изоленту импровизированную у колечка вернее у загиба я делаю один полный оборот и слегка вот так подтягиваем сегментируем наше тело также повторю хорошо работает желтый черный вместе с сочетанием вот нашей изоленты если нет у вас желтой изоленты можете использовать обыкновенный полиэтилен из внутренней стороны его немножечко подкрасить и закрепили теперь для формирования чехольчика я взял обыкновенную вот такую нитку из которых я в одном из фильмов изготавливал стримеры это нить из шпагата мы ее будем использовать в как в качестве покрывного чехольчика подровняем кончики так чтоб это было симпатично и крепим здесь теперь для того чтобы вполне нам будет достаточно теперь для того чтобы мне закрепить и создать иллюзию лапок я беру обыкновенное вот такое вот перышко с японских перепелок делаю вырез такой лохматенький вырез который мы немножко помог подмочим и укладывая его вот так сверху примеряя количество моих ножек и их длину меня устраивает и теперь для того чтобы это было более симпатично вот так я беру и прихватываю и прихватываю посмотрели да все нас устраивает удаляем остатки совсем-совсем немножечко я добавлю клей клей и хорошо промотаю для грудки я возьму вот у меня был есть на столе кусочек такого темно-зеленого цвета меха промажем немножко нить и нащипаем меха тихо примере еще немножко можно добавить если есть возможность грудку можно изготовить из пера павлина но в данный момент мы с вами изготавливаем бюджетный вариант поэтому нам незачем использовать павлин так как наша нимфочка с успехом ловит и в таком исполнении и теперь я беру переламываю и делаю чехольчиком напомню еще раз обыкновенный шпагат тот который продается в бухтах километровых и теперь аккуратно не за один прием отрезаем остатки нашего шпагата промажем место клеем и сформируем головку вот друзья мои я вскрыл немножечко головку лаком подкрасил коричневым цветом наш чехольчик и вот такая наша незатейливая но довольно таки уловистая нимфочка готова к работе напомню в зависимости от того на каких крючках вы вяжете практически любая рыба реагирует довольно таки хорошо просто в изготовлении и минимум каких-либо сложных материалов благодарю вас за внимание до скорых встреч